Исследователи заброшек, расскажите о случаях, когда ваша вылазка пошла совершенно не по плану и случилось что-то ужасное. Что произошло? Пару лет назад мы с друзьями узнали о заброшенной психушке, расположенной в Дауни, штат Калифорния. Мы были любопытными 17-летними подростками и решили, что было бы неплохо исследовать это здание и посмотреть, что мы сможем найти внутри. Итак, в субботу вечером мы собрали компанию друзей и поехали в Дауни. Мы припарковали машину, пролезли через дыру в заборе и пробрались внутрь здания. Нас было человек 10 и мы подумали, ну что такого страшного может случиться с такой большой компанией? Итак, мы бродили по зданию, рассматривая сломанную мебель, разбросанную по комнатам, истории болезни, брошенные на пол и так далее. Мы просто хорошо проводили время, глядя на то, что когда-то было этой странной психиатрической лечебницей. Дальше все стало еще более странным. Мы освещали путь фонариками, потому что электричества в здании давно уже не было. Мы шли по коридору и увидели за углом свет, как будто от другого фонарика. Конечно, мы повернули за угол и увидели компанию из четырех подростков. Какие-то странные и подозрительные дети. Мы подходим к ним и они спрашивают нас, были ли мы на горке. Мы вежливо отвечаем нет, потому что понятия не имеем, о чем они, и они говорят нам, что мы должны следовать за ними. Конечно, мы отказываемся, потому что у нас странные предчувствия и неприятные ощущения от этих ребят. Пока они разговаривают между собой, один из парней подходит ко мне и показывает огромный нож с лезвием в 15 сантиметров. Разве это не круто? Смотри, что я нашел. Говорит он и подносит нож ближе к моему лицу. Я вежливо отвечаю, что это классная находка, и мы начинаем отходить. Говорим, что пойдем исследовать крышу здания. На удивление, они не против. Говорят, окей, и мы расходимся. После этой встречи я начинаю чувствовать себя странно из-за того, что нахожусь в этом месте. У меня чувство, что не надо было нам сюда приходить. Поэтому в тот момент я говорю, к черту все, нам нужно идти на крышу, спуститься по пожарной лестнице и убираться отсюда. Так что мы пробираемся на козырек и сидим там, обдумывая, как нам уйти. Дело в том, что находиться в этом здании запрещено, поэтому у главных ворот дежурит полицейская машина. В общем, мы сидим и пытаемся придумать лучший способ выбраться отсюда незаметно для полиции. В этот момент мой друг видит пожарную лестницу. Если забраться на саму крышу, то можно спуститься по ней прямо на землю. Мы решаем, что это наилучший вариант и лезем на самый верх. Мой друг Иона забирается наверх и тут же разворачивается, чтобы помочь другим людям, подтягивая их. Когда я поднимаюсь сам, мое сердце полностью замирает. «Иона, разве ты не видел этого, когда поднялся сюда?» – шепчу я. «О чем ты, черт возьми, говоришь, чувак?» – отвечает он. Я смотрю вперед, а он медленно поворачивается, чтобы увидеть то, что было нашим худшим кошмаром. Там около 15 человек в капюшонах сидят вокруг кошки или какого-то другого мертвого животного. Эти ублюдки что-то бармочут и просто издают звуки, которые кажутся сатанинскими. Когда мы поднялись, эти уроды нас заметили. Они вскочили на ноги и побежали к нам, продолжая выкрикивать что-то на своем языке. Я говорю всем, что нужно забыть идею с пожарной лестницей и просто валить отсюда и плевать на полицию. Мы бежим через крышу внутрь здания, а за нами гонятся сектанты. Мы чудом выбираемся и бежим по полю к главным воротам. Тут коп замечает весь этот переполох, включает сирены и заезжает на территорию. Слава богу, ему удается отрезать сектантов от нас, и он начинает преследовать их, пока мы благополучно удираем. Я могу честно и уверенно сказать, что это был самый страшный опыт в моей жизни. Когда я был подростком и нам с друзьями было негде жить, мы нашли заброшенный дом в довольно сомнительном районе. Один из моих друзей сказал, что давным-давно это был дом наркоторговца, так что мы решили, что можем там немного пожить. Вокруг дома был очень высокий забор, через который нам пришлось перелезть. Первое, что мы увидели во дворе, это старая оборванная собачья цепь, а рядом с ней на бетоне была засохшая кровь. Это не очень важно, но это дает вам представление о том, как мрачно выглядело это место. Мы все спали в одной комнате на заднем дворе, где не было окон. Когда мы уходили днем, то прятали рюкзаки в дыре в потолке, которую нашли. Ночью мы не включали свет. Однажды ночью нас разбудил сильный стук в дверь. Очень громкий стук, который гулко раздавался по всему дому. Как если бы полицейские отчаянно пытались привлечь внимание кого-то в доме. Стучали молча, поэтому мы знали, что это не полиция. Мы просто вели себя как можно тише, пока стук не прекратился. На следующее утро, когда мы уходили в дерево рядом с входной дверью, был воткнут огромный нож на половину лезвия. Мы не стали его трогать. Девушка, которая была с нами, решила, что там небезопасно и ушла на следующий день. Я не помню, куда она пошла, но она не вернулась. Возможно, в один из приютов в городе. Я и оставшийся парень вышли через день или два, чтобы купить немного еды, а когда вернулись, обнаружили, что все окна были выбиты камнями. Оставшаяся мебель была разгромлена, кровати повалены на бок, диваны перевернуты, подушки порваны. Кто-то явно что-то искал. Мы решили к черту это все, купили билеты и переехали в парк. Там более открытая местность, но зато не так страшно. Однажды летом, когда я был ребенком, стало популярным исследовать систему ливневой канализации под нашим районом. Да, как в фильме «Оно», но только из скучного бетона. Это были круглые туннели, сделанные из заранее изготовленных блоков. Чтобы залезть в трубы, нужно было проползти в тесном пространстве 4-5 метров, но после этого можно было стоять. Мы находили участки канализации, где можно было проехать на гольфкаре, хотя спустить его туда было невозможно. Иногда встречались странные конструкции, например, решетки, похожие на тюремные, которые закрывали только половину трубы. Очень редко свет проникал через решетку на дороге, но чаще всего нам требовались фонарики, чтобы хоть что-то разглядеть. Каждый звук немного пугал, потому что технически там не должно было быть никаких звуков, кроме текущей воды. Конечно, мы были всего лишь детьми, поэтому у нас не было карты. Мы не видели смысла составлять ее по ходу исследования. Большинство местных детей уже достаточно хорошо знали систему, чтобы ориентироваться. Мы поняли, что если ты заблудился, то просто всегда выбирай поворот, который ведет к большей трубе. Самая большая труба проходила примерно в 500 метрах за пределами района. Ливневые воды спускались по этой трубе в местный пруд и ручей с высоты 4 метров. Однажды мой брат, который всегда был бесстрашным, и несколько друзей решили пойти в другом направлении от главного перекрестка. Они решили исследовать туннель, в который никто из нас никогда не совался. Признаюсь, я был слишком напуган. Не знаю почему, но именно в тот день мне было очень страшно. Поэтому мы с двумя друзьями остались на перекрестке, пока мой брат и его два друга пошли обследовать туннель. Их не было минут 10 или 15, а потом мы услышали испуганные крики и быстрые шаги, которые эхом разносились по туннелям. Мои друзья испугались и побежали. Я тоже хотел, но там был мой брат. Наконец, в темном туннеле я услышал крик одного из друзей моего брата «Бежим!». Мы все побежали по большому туннелю, потому что инстинктивно понимали, что бы это ни было, оно нас поймает, если нам придется выбираться наверх по узким трубам тем же путем, что мы и вошли. Поэтому мы бежали изо всех сил. Лучи фонариков отражались от стен, пока, наконец, мы не увидели свет. Туннель заканчивался и начинался пруд. Один за другим мы все добрались до спуска и просто прыгнули в пруд внизу. Я страшно боялся высоты и даже не умел плавать, но это меня не остановило. Пока я выбирался на берег, мой брат и его друзья выскочили из трубы и тоже прыгнули в пруд. На мгновение я подумал, что они разыграли нас, но нет, мой брат сразу же настоял на том, чтобы мы все пошли домой. Он не сказал ни слова о том, что произошло на протяжении всей почти километровой прогулки. Вся наша компания пошла ко мне домой, и мой брат, зная, что у нас будут неприятности, рассказал моей маме, где мы были и что делали. Он также рассказал ей, что когда он и его друзья дошли до следующего перекрестка в туннеле, который исследовали, то наткнулись на место, где сверху пробивался свет. Там была куча мусора и обломков, образовавшаяся вокруг одной из половинчатых решеток. Они увидели человека, который лежал в этой куче мусора. Услышав их, он поднял голову, протянул к ним руки и начал выползать из мусора в их сторону. Они побежали. Моя мать позвонила в полицию. Они попросили моего брата провести их к тому месту в трубах, где это произошло. Они нашли именно то, что он описал, но человека уже не было. Через несколько минут вокруг нашего района было не менее дюжины полицейских машин с людьми и собаками, которые обыскивали эту дренажную систему. Они не сообщили нам никаких подробностей, но мы знаем, что мужчину так и не нашли. Собаки шли по его следу до конца трубы у пруда, но нигде на земле вокруг пруда или ручья они не нашли его запах. Насколько я знаю, никто из нас больше никогда не ходил в ливневые стоки. Мой друг получил наводку от диггеров о заброшенном военном складе боеприпасов. Широко распахнутые ворота, никаких замков. Заехали прямо внутрь. Нашли заросшие травой бункеры. Пустые внутри, но очень крутые и жуткие. Я сделал несколько отличных снимков. Вдруг мимо пролетел вертолет. Низко. Странно, но не так уж и страшно. Хотя мой друг очень испугался. Похоже, это был полицейский вертолет. Он настаивает, чтобы мы загнали грузовик в бункер и спрятались на случай, если он вернется. Я завожу грузовик и, конечно, вертолет возвращается. Мы все нырнули в бункер. Вертолет опустился и завис над нами. Очень низко. Прожектор светит на дверь бункера. Мы в полной жопе. Через несколько минут мы все соглашаемся, что это конец. Должно быть, едет патрульная машина. Жизнь кончена. Мы только что проникли на территорию какого-то федерального объекта, который мы считали заброшенным. Нас арестуют. Мы все решаем, что лучше просто выйти и сдаться. Так что мы все выходим под свет прожекторов. Показываем себя, ставим камеру и штатив. Вертолет все там же и не двигается. По громкоговорителю ничего не говорят. А потом вертолет разворачивается и улетает. Эээ, что это значит? Мы рванули оттуда так быстро, как только могли и больше не видели никаких признаков полиции. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.